Субтитры создавал DimaTorzok Вітаю! З вами програма «Шахімат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми будемо говорити про спорт як реабілітацію для людей з інвалідністю. І чому важливо не мовчати і говорити про інклюзію. В нашій студії тренер з волейболу «Сидячі», а також параолімпійці, переселениць Донецьку Олексій Харламов. Вітаю вас! Добрий день! Дякую за приглашення, Тетяна. Добрий день всім, хто нас дивить. Олексій, я знаю, що ви вже кілька років зібрали команду з волейболу «Сидячі» у Дніпрі і тренуєте її. Скажіть взагалі, як ви прийшли до цього виду спорту і до тренерства? Я з детства займався различними видами спорта. У нас достаточна спортивна семья. І після того, як я получив травму в 1999 році, у мене 20 років було в цей период, я ще навіть в больниці вже зрозумів, що для себе ставив цель, що я займусь паралімпійськими видами спорта. Ну, вот волейбол – така дуже підходяча для мене гра, але я ніколи не займався волейболом до цього. І гандбол, навіть в гандбол іграв. Футбол, легка атлетика, баскетбол. Волейбол для мене було щось нове. Мене дуже понравилось. Потім в течіні якого-то часу я попав уже в сборну України паралімпійську. І потім вже почав займати тренецтвом на місці, в Донецькій, для того, щоб розвивати команду. Ми почали розвивати команду там. Після начала боєвих действів в Донецькій області, в 2014 році я і моя сім'я, жена і ребенок, дочка наша, ми переехали сначала в Черкасську область, потім в Днепропетровську. І вже три роки, як ми живемо в Днепрі. І в 2016 році, після паралімпійських гри в Рио, ми якось повернулися ще з одним тренером нашої організації рівнеможливості, Дмитрием Мельником. Він також зуныцько? Нет, він днепрянин. І Днепр імеє дуже багато історію волейбола сидя. В Днепропетровській області базується жінська зборна України, яка є чемпіонками Європи і призерками паралімпійських гри в Лондоні. Тобто ми не з нуля почали цим займатися, але після паралімпійських гри ми решили, що є хороша можливість, тому що... Ну, як хороша можливість? Хоча можливість, так говорить, хороша можливість, що Днепропетровська область дуже близько к боєвим действиям на Востокі України. І тому є люди, які отримали травми і психологічні, і фізічні. А волейбол сидя, ми считаємо, що це дуже інклюзивний вид спорта, в який люди з травмами і без травм знаходяться в одинакових условіях. І тому наша задача була, це не як спорт високих достиженьях, там, паралімпійська сборна, а первоначальна, це фізічна і психологічна реабілітація через спорт, через общення, через общення с людьми, які вже вже прошли какой-то етап після получення травм. Тому що це дуже важко, звісно, психологічно для людей, коли отримують якісь травми, які приводять до інвалідності. Але я сам цього не стесняюсь, і нечого тут боятися, всі ці етапи жизнені, які дуже можна проходити, дивляться вперед. І краще це проходити в такій дружній атмосфері, я просто була у вас на тренуваннях, якось в такій дружній атмосфері, тренування, як от ви проводите, так, в команді? Так, звісно, общення ніхто не відміняв, і я хочу сказати, що серед людей з інвалідністю є і лініві, і злі. Не треба відповідати, що люди з інвалідністю, вони тільки такі, що їх там треба жаліти. Ні, це звичайні люди, які зі своїми характерами, які є інтроверти, екстраверти, які хочуть виходити з дому, і общення там у різних людей, це дозірає, скажімо так. Але, приходя к нам на тренувку, естественно, у нас общення на уровні поддержки, на уровні вычерчування общих целей, общих задач. І, естественно, це все об'єдняє, естественно, це помогає в розвиті личностному. Кого взагалі ви запрошуєте до себе на тренування? Хто може до вас прийти? І куди саме? Абсолютно всіх. Ми тренуємося в 52-й школі на Тополі. Спасибо дирекції этой школи, тому що вони нам на бесплатній основі предоставляють зал спортивний. Ми абсолютно всіх приглашаємо желаючих. Конечно, у нас приоритет – це люди з інвалідністю опорно-двигательного апарата, тому що волейбол сидя, як паралімпійський вид спорта, це він призначений людей з нарушенням опорно-двигательного апарата. Але це, якщо хто хоче проходити далі, на следующий етап – розвитие спортивного. В качестве реабилитации, в качестве общения, в качестве какого-то создания чемпионата, может быть Днепра или Днепропетровской області, ми приглашаємо всіх, можна создавати команди і участвувати в наших турнірах. Тут вообще нет никаких ограничений, і тому ми називаємо волейбол сидя дуже інклюзивним, тому що у нас є і діти, і люди з інвалідністю, і девушки, і парні, і люди похилого віку. Там нет никаких ограничений абсолютно. Як вам особисто вдається поєднувати тренування у паралімпійській збірні і тренерству? Ну, це все паралельно у мене йде. Це моя зараз основна робота. Коли ми були в Донецькі, звісно, у мене паралельно була і інша робота, помимо спорта, тому що все-таки не позволяє пока наш спорту полностью обеспечивати семью, снимати квартиру в Днепрі. І поєдну, треба ще паралельно займатися другими проектами. А в Днепре це моя основна робота. І коли ми уїжджаємо, звісно, в сборну України, коли ми уїжджаємо, звісно, люди вже самі приходять на тренування і можуть займатися. Ми займаємося в тренажерному залі, ми займаємося в спортивному залі школи 52-й. І люди вже самі приходять, так, що люди самі можуть приходити і займатися. Я працюю, коли я в від'їзді, я вже більше координатор через соціальні сети. Все виходить, все добре. Зрозуміло. Щодо змагань ваших, от нещодавно ви їздили за кордон і там у вас були змагання. Розкажіть про них, які результати? Так, це ще ми донецькою командою почали їздити на турнір в Лейпцих. І вже там лет десять підряд ми вже і дніпровською командою їздили. І з тих людей, которых ми зібрали у Дніпропетровській області. У 2017 році ми їздили, це був перший наш виїзд. Ну а сейчас ми їздили именно в сборну України паралімпійській. Ми дуже добре выступили, ми по очкам проіграли, по набранным очкам проіграли призерам Чемпіоната Європи боснійцям, босній-герцеговинам. Але для нас главное, це був товаришній турнір, і таких турнірів дуже багато в Європі. У них дуже хорошо развита клубна система. Знаєте, клубна система класичних видів спорта, про баскетбол, футбол і так далі. У них і на спорте для людей с інвалідністю це развито на тому же уровні. Тобто люди создають клуби, вони там тренируються, вони їздять і грають. І таких турнірів дуже багато, в Германії, в Польщі. Ми навіть в одному клубі, як легіонері з Дмитрием, в польському клубі. Ми були, як приглашені спортсміни. У них дуже сильно це розвиття, дуже багато турнірів. Ми полетіли на цей товарський турнір збірної України, тому що в нас зараз буде підготовка до боротьби за путівку на Паралімпійські ігри в Токіо 2020. І для нас зараз всі турніри дуже важні, в яких ми будемо приймати участь і, скажімо так, перевіряти свій уровень і повищати свій уровень. Це як можливість познайомитися з опонентами, з іншою команду, спробувати зіграти з ними. Так, їх побачити, на них дивитися. І ми дуже добре зіграли з збірної Германії, яка є нашим основним конкурентом на всіх соревнованнях різного уровня. Ми у них виграли, і це було дуже добре, тому що на Чемпіонаті Європи ми матч за 3-е місце і ми проіграли в цьому році. І для нас це була дуже больша мотивація після того, як ми виграли в Лейпцигі. Це придає дуже багато оптимізму і воодушевлення і мотивацію для дальнійшої роботи. Це збірна України, а днепровська команда для нас дуже важливо поїздити на такі турніри товарні, яких дуже багато в Європі. Поки ми тренуємося, така можливість один раз. Але можливість, яка можливість? Тут потрібна допомога, я так розумію. Ну, звісно. За три роки, після того, як ми создали цю команду, ми, знаєте, обросли інвентарем, спортивним залом, людьми. Це дуже, це найголовніше. Наші участники, наші спортсмени, які приходять тренується. Це найголовніше. Це найголовніше для нас. І видіть цих людей, які приходять, коли нам улыбаються, і після тренування. Я надеюсь, це дуже класно. І, звісно, ми вже прийшли в те состояния, коли нам дуже важні соревновання. Крутитися в своєму саку, на тренуваннях, це дуже тяжело. Всіда любому спортсмену хочеться показати, на що він способний з іншими командами. Ми з'їздили в 2017 році на соревновання. Для наших спортсменів, які ще не виїжджали в Європу, це був дуже большой стимул. І ми надіємося, що в дальнійшем ми зможемо приймати участь в таких товаріческих турнірах. І, можливо, навіть заявлятися на якісь відкриті чемпіонати інших країн. Тому що вони не закриті, і можна туди заявлятися і выступати. Ну, звісно, це все финансування. Але, якби люди розуміли, наскільки це дає стімул для людей з інвалідністю, після того, як вони виступили на таких соревнованнях і повернулися вдома, там зупинити невозможно. Я так розумію, що по факту зараз процес інклюзії в Україні це окремі ентузіасти, окремі проєкти, окремі якісь фонди, відсутність системного підходу держави, допомоги. як зараз? Так. 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 я захожу, там ведра стоят, шланги, сделали замечание один раз администратору, ну, о, да, хорошо, мы уберем, да, мы понимаем, то есть мы говорим, есть человек с инвалідністю на коляске, у вас окажется здесь, а он не окажется, потому что там даже подняться невозможно на второй этаж в этот кинотеатр. ну, тем не менее, если окажется, что и что делать, а, да, хорошо, вот мы уберем, на следующий раз мы приходим, опять то же самое, та же самая система, вот, это просто вот отношение людей, поэтому пороги-то обиваются, нормативы есть, когда нужны, когда необходимо, чтобы стояли пандусы, лифты, низкопольные автобусы, причем мы всегда, когда вот отстаиваем эту точку зрения, мы всегда говорим о том, что это не только для людей с инвалидностью, вот как вот лифт в многоэтажном доме есть, попробуйте убрать его, и как будут люди без травм, без инвалидности, перемещаться в таком доме, то есть поставив пандусы, или низкопольные автобусы, это даже для людей без травм это будет легче, то есть нам не надо будет вот приезжая троллейбус, какие у нас сейчас троллейбусы там постсоветские, вот с такими ступеньками, когда человеку вот так надо лезть в этот автобус, это удобство для всех людей, включая и маломобильные категории, это беременные женщины, это люди мамы-папы с колясками, пенсийного вику, так, и это всем будет удобно, и вот иногда каким-нибудь бизнесменам или владельцам, наверное, легче даже штраф оплатить, чем вот впровадживаты вот эти вот нормативы, у меня знакомая есть девушка, которая, у которой есть свой стоматолог, она с инвалидностью перемещается на костылях, и вот она пришла как-то в этот стоматологический кабинет, и там пандус, и она говорит, Оля, спасибо тебе большое, она говорит, ты знаешь, я бы никогда не стал делать этот пандус, если бы вот у меня не было такой клиентки, как ты, которая бы мне рассказывала, а на самом деле это не тяжело было сделать, это даже по денежным, по деньгам это было не тяжело сделать, и говорит, вот у меня есть такая, как ты, и я сделал этот пандус, поэтому у меня главная моя цель, чтобы люди с инвалидностью выходили, и не боялись вот стучаться в эти центры, не боялись ездить в транспорте, это тяжело, конечно же, это очень тяжело пока сейчас, но… – Это активизм. – Да. – А для этого нужен час, и силы. – Ну да, это очень много сил надо, я знаю некоторых таких людей, которые действительно вот занимаются этим, это очень много сил отнимает, но я надеюсь, что вот я с этими людьми, мы стоим у истоков вот изменений в нашем городе, в нашей стране, когда действительно все будет доступно, потому что когда приезжаешь в Европу, ну там можно центр города обойти, ни разу даже вот так вот ногу не занести на бордюр, а просто вот так вот ровно идти по ровной поверхности, и это пространство оно дружественное для всех, абсолютно для всех, и поэтому стремиться к этому, если мы не хотим разделять, если мы хотим быть толерантными, если мы не хотим разделять людей на различные категории, то это очень важно, дружественное пространство. Так, мы подходим до того питания, я також бачила, что вы писали в фейсбуке, так, про людей с инвалидностью, которые в нашей стране невидимыми. Так, когда мы едем до Европы, например, в том же Лейпциг, там достаточно много людей, которые на инвалидных колясках, так, и они там пересуваются спокойно. А почему в нас мы не видим людей с инвалидностью? Потому что у нас нет инфраструктуры, может быть, это главное. Да, конечно же, это инфраструктура, но тут еще все-таки можно сказать о том, что на постсоветском пространстве все-таки еще есть порог, когда, вы знаете, в Советском Союзе не было людей с инвалидностью. Все-таки, наверное, еще вот это вот поколение мы не переросли. Есть случаи, когда сейчас, и я лично знаю такой случай, когда женщина выходит со своим ребенком, парнем, подростком на улицу только по вечерам, когда на улице темно. Она стесняется выходить. Вы знаете, это не камень ее огород. Возможно, если бы к ней приходили бы соседи и говорили бы, что давай, пойдем, выйдем, давай, не стесняйся. Возможно, было бы все иначе. Но вот она вот живет вот в таком вакууме, и она боится. И вот наша цель все-таки, вот как общественной организации, не заставлять все-таки, а мотивировать людей выходить, мотивировать людей выходить на улицу. В первую очередь мы должны быть видимыми. И вот этот проект, который наша креативная менеджерка Ира Харламова придумала вот поминки по барьерности и недоступности. Да, это очень классная такая вот концепция, очень хорошая. И 9 дней мы до Дня людей с инвалидностью, до Дня защиты прав. Международного Дня защиты прав людей с инвалидностью. Да, каждый день мы выкладывали пост о социализации, о мотивации, о диффузии людей с инвалидностью с обществом. И да, это было очень классно. Там очень много таких вот идей в этих текстах, которые вот можно подчеркнуть для себя абсолютно для всех людей, которые… Да, я согласна с вами. Взагалі там очень важные вопросы порушаются. И мне бы, например, хотелось бы, чтобы этот проект получил более широкому загалу доступный. Или есть какие-то идеи из распространения? Ну, пока это только социальные сети, конечно. Мы в рамках проекта, который финансировался Европейским Союзом через International Alert и Thompson Media, мы сделали фестиваль на набережной Днепра. Вот вышли в такую локацию посещаемую. Это было 7 сентября. И мы сделали этот фестиваль. Когда вот сели вот на пол и играли в волейбол сидя, проходили люди, смотрели. Вот мы не стеснялись, они не стеснялись. Мы коммуницировали, садились даже и играли с нами в волейбол. Это было очень классно. И мы сняли еще два ролика социальных. Конечно, мы хотим их как социальный контент все-таки где-то на телевидении или в социальных сетях распространять. И вот документальный фильм сделали о нашем фестивале. Тоже, конечно же, это все распространять. Но это, конечно же, все локально, это все точечно. Естественно, хотелось бы больше популяризации вот этой проблемы, чтобы люди об этом знали. Для этого у нас в планах сделать инклюзивные уроки в школах. Конечно же, это делается либо через Министерство образования, либо на местах через мэрию. У нас пока в нашей общественной организации нет вот таких вот сил, чтобы вот своими ресурсами вот выйти на такой уровень. Мы развиваемся, мы пытаемся, мы будем стараться это делать. Вот инклюзивный урок физкультуры, когда мы бы могли сесть на площадку с детьми и играть, просто чтобы у нас поколение росло и видело людей с инвалидностью, не боялось их, что они не заразные какие-то. Потому что в торговых центрах в Европе, вот как вы правильно сказали, мы выходим, мы видим людей-ампутантов, которые ходят там в шортах, на колясках, дети с синдромом Дауна. Никто не боится, никто не тыкает пальцем. Мы хотели бы выйти. У нашего общества еще иначе все. Да, но я хочу сказать, что вот поколение более раннее наше, которое уже родилось в Украине уже в 2000-х годах, оно действительно уже по-другому воспринимает. Это очень круто, это очень классно. Так. Мне хочется еще про этот проект «Поминки за барьерностью и недоступностью». Ви в этом проекте пояснюете, яка допомога доречна при взаимодействии с людьми с инвалидностью? Например, как правильно внести свой вклад в развитие инклюзии, если ты перехожий, если можно коротенько про это, або предпринимец, або водой? Если предприниматель, то, конечно, развивать какой-то бизнес, которым ты занимаешься, естественно, с доступностью, если это общественный какой-то бизнес, куда должны заходить люди и общаться. Естественно, это должна быть доступность. Если водитель... Вообще, вот, правило, как бы, вот такое для всех. Можно подойти, если вы видите, что человек с инвалидностью вот как-то запнулся или еще что-то, или остановился, но это абсолютно всех касается. Это даже людей без инвалидности. Если вы видите, что кому-то плохо, не надо тянуть, не надо там вызывать скорую. Спытай просто. Да, просто спросить, вам необходима помощь? Я могу вам чего-нибудь помочь? И точно так же и для людей с инвалидностью не надо стесняться, можно подойти и спросить. И также и люди с инвалидностью, они не должны резко как бы это воспринимать, вот что я сам не могу сделать. У меня был такой случай. Я в метро в Киеве видел человека, который не мог подняться. Я подошел, спросил у него, могу ли я как-то помочь. Ну, мне этот человек очень резко ответил. И поэтому я пошел дальше. То есть я не буду заставлять его желать мне, чтобы я помог ему. Вот. И поэтому люди с инвалидностью тоже должны быть толерантны. Если вдруг предлагают какую-то помощь, если действительно она нужна, не отказываться. Если не нужна, то сказать спасибо и продолжать заниматься своими делами. Это очень важно для всех, для всего общества. Водителям, конечно, не бояться, что вот там надо коляску разобрать, помочь человеку пересесть, например, в такси. И помочь коляску разобрать, положить багажник. И человек с инвалидностью, который перемещается на коляске, он всегда расскажет, как это сделать. Коляска очень легко разбирается и помещается в багажник. Тут опять же ничего бояться не надо. Да, конечно, быть вежливыми, быть толерантными. Ничего страшного в этом нет, не надо от этого шарахаться. И просто, я не знаю, знаете, как есть американская такая вот улыбка, да, вот говорят там, ну, позитивный настрой, американская такая мечта. Вот всегда быть на позитиве. Ну, конечно, это очень тяжело. Если всегда быть на позитиве, а внутри сжимается пружина, она когда-нибудь высвелит. Но, тем не менее, улыбку никто не отменял. И если мы будем друг другу чаще улыбаться и вежливее относиться, то, поверьте, общество у нас станет все-таки дружественней друг для друга. Ну, в этом очень много компонентов. Это не только вот наше пространство, от которого зависит наша вот толерантность и вежливость. Так. А скажите, будь ласка, взагалі от вашей компанией, да, рівным можливостям, яка потрібна допомога? Чим может допомогти місту, наприклад? Чим могут допомогти обычные люди? Вы знаете, ну такой сложный вопрос, конечно. Самый зараз. Можливо с тем, чтобы вам добираться было легче, так, до тренажерных залов или школьного спортзала? Вы знаете, вот как-то вот мы занимаемся своим делом и, наверное, вот как привыкли к трудностям, привыкли добираться своим ходом за там через весь город, там, с левого берега, например, на Тополь или кто-то вообще из области приезжает к нам на тренировки. И вот как-то, когда приезжаешь в Европу и смотришь, что там у каждого клуба там свой автобус, как они довозят друг друга от дома, там, от дома до соревнований или место проведения тренировок. И думаешь, ой, как все просто, как все хорошо. Я так понимаю, все организовано на ревне державы, на ревне министра. Да, конечно. У них клубная система развита. И эта клубная система клубы финансируется, вот, например, в Польше на уровне мэрии, на уровне воеводств. Финансируется, да, выделяются автобусы, транспортные средства. И вот как бы вот нам вот все-таки, чтобы было легче, наверное, мы привыкли просто вот с трудностями бороться с этими. Но вот, конечно же, если бы у нас были соревнования, поездки, конечно же, если бы у нас был бы свой автобус, на который мы могли перемещаться. Ну, это пафосно, ой, это банально, это пафосно, конечно. Многие скажут, нам тоже нужен автобус, нам тоже нужен и тем, и тем, и тем. Но это проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и которые могли бы решить очень много вопросов, вот, передвижений даже людей. Некоторые люди не могут к нам попасть. Вот у нас в ходе этого проекта с International Alert, у нас был автобус, мы снимали автобус для перевозки людей. И мы могли с собой брать людей на колясках. Сейчас вот у нас заканчивается этот проект, и у нас нет возможности людей на колясках забирать ездому и перевозить на тренировки. И вот есть люди, которые хотят попасть, но нет такой возможности. Пока. Мы будем сподіваться, что у нас почуют, так и будут добрые изменения. А я напоминаю, что в нашей студии сегодня был Олексей Харламов, это тренер из волейбола «Сидячий», параолимпиец и переселенец Донбасса. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова